Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! 11 мая – Радоница, особый день поминовения усопших. Как Православная Церковь совершает это поминовение? Поминовение усопших, прежде всего, совершается в храме. Совершается литургия, на которой это поминовение происходит, и после панихида, такая же, какая совершается у нас в одни так называемых родительских суббот. Вот. Всеобщая панихида, за которой мы молимся о наших близких и о всех от века усопших православных христианах. Это первое уставное поминовение усопших после Пасхи. Потому что для того, чтобы не отвлекать ни себя, ни окружающих от пасхальной радости и пасхального ликования, мы в эти дни гласное поминовение усопших отменяем. А негласное во время проскомедии, оно все равно совершается. А вот такое во всеуслышание мы не совершаем в храме при богослужении. – Радоница означает слово «радость». Вот почему же тогда мы радоницу, связанную с поминовением усопших, связанную со смертью, заключаем в слове «радость»? – Дело в том, что Пасха – это радостная весть. И в том числе радостная весть для усопших о том, что воскрес Христос и что Он принес освобождение всем людям от вечной смерти. О том, что, как вот сказано в одном из пасхальных песнопений, царствует смерть, но не вечнует. То есть, она уже не вечна, ее силы, ее значения упразднены воскресением Христова. – Христос, сойдя в ад, разрушил его силу и упразднил его власть над всеми живущими на земле людьми. Вот это вот радостная весть, поэтому мы говорим, что это радоница. – Ну, как вообще правильно должны мы провести радоницу? – Придя в храм, помянув наших усопших, написав записку на литургию, помолившись сами. Не просто прийти, написать записку и передать, там помолятся. Помолятся, батюшка помолятся и вынят частички за ваших усопших, но обязательно нужно самим молиться тоже. Вот это очень важно, потому что иногда у нас как-то, особенно современные люди, они как-то привыкли относиться так, что, мол, я вот свое дело сделаю, записку написал, там рубль приложил и уже там уже, они сами все сделают, ничего подобного. Мы сами все сделаем, но обязательно нужно участие самого человека. Он сам должен учиться молиться, в том числе о своих близких, и, может, в первую очередь даже о своих близких. Ну и после литургии панихида, на панихиду обычно приносят какое-то что-то, или куличи, или яйца, или кто что обычно приносит. Это такой древний тоже обычай, древняя традиция. Это потом уходит на кормление нуждающихся, бездомных или малоимущих. Вот мы обычно делаем наборы такие продуктовые, и как-то, или по прихожанам нуждающимся, или какие-то дома престарелых, или в тюрьму, или просто вот кормим, когда на улицах людей, вы видели, наверное, да, мы достаточно часто этим занимаемся, то используем вот такие вот. Это самая такая, может быть, правильная форма, древняя форма поминовения усопших. Вот. Ну и если есть такая возможность, надо, конечно, прийти на кладбище. Вот как раз день, когда нужно идти на кладбище, вот на кладбище хорошо бы на могилке-то принято послужить хотя бы литию или панихиду. Ну, обычно это делается там, где рядом с кладбищем есть храм, где можно прийти, попросить батюшку послужить хотя бы литию на могилке своих родственников. – Что нельзя делать на Радоницу? – Да всё можно. После того, как человек помолился, сходил в храм, может быть, сходил на кладбище, можно делать всё, что угодно. Вообще, вот эти вопросы, что можно, что нельзя делать на тот или иной праздник, они немножко неправильные. Делать можно всё, но не за счёт празднования самого богослужебного, празднования этого праздника. Скажем, вот говорят, вот Благовещение, а что нельзя делать? Ничего нельзя делать, полы мыть нельзя. Там, знаете, девка коз не плетёт, она на птице гнезда не вьёт и прочее. Делать можно всё, но только после того, как человек отдал то, что необходимо отдать Богу. Вот пришёл человек на службу, помолился, причастился на праздник, и, пожалуйста, иди домой, занимайся любыми делами, какими нужно. А если человек скажет, вот нет, у меня вот дело, у меня там картошку надо сажать, условно говоря, поэтому мне на вашу службу ходить некогда, это неправильно. Потому что можно и на службу сходить, и картошку посадить. И она очень хорошая вырастет при этом. Так что, вот так. Спасибо, Владыка. Спасибо. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Дорогие друзья, поступил вопрос от одной женщины. Она спрашивает, если снятся умершие, что это означает? Просат ли они молитв? И как быть в данной ситуации? Мы должны с вами понимать, воспринимать всякий сон, который нам приходит в ночи ли, в грезах ли, как то явление естественное, движение наших мыслей, наших переживаний, внутренних каких-то бурлений, либо страстей, либо накопленных каких-то ощущений горя или сверхрадости. Так или иначе, наш эмоциональный фон неразрывно связан с нашим духовным состоянием. Конечно же, мы должны понимать и то, что молитв просит умершие всегда. Ибо душа, отшедшая от тела, она уже не способна сотворять свою молитву. Она лишь только желает изменить свое прошлое. Так как тяжесть грехов ложится на нее полностью. За каждое слово, за каждое действие, каждая душа будет отвечать сама на страшном суде. И вот когда мы произносим молитву о наших усопших, они радуются, они просят их. Независимо от того, что снятся они нам или не снятся, мы должны всегда поминать наших усопших, сродников. Так мы проявим к ним свою любовь, свою заботу. И все, что происходит в нашей жизни, когда мы здесь, живые, в наших телах, должно сопрягаться с просительными молитвами о наших усопших. горе той душе, которой некому помянуть, которые забыли. И она осталась одна на встрече со своими прошлыми поступками. И только лишь любовь наша, забота наша о них может изменить эту ситуацию. Поэтому, конечно же, помянники, особенно наших родителей, наших бабушек, дедушек, они же должны передаваться из рук в руки нашим детям, внукам. Пусть они не знают, кто эти люди, но имена не должны быть забыты. А сон, куда ночь, туда и сон. Оставьте его, чтобы не выходить ни в какое искушение, а помнить ли то, что от нас просто требуется молитва. Этого с нас достаточно. 20 век стал самым ужасным за всю историю России в плане воспитания подрастающего поколения. Кровавая революция, войны, гонения на церковь. Все, что создавалось в стране тысячелетиями, в одночасье рухнуло. В одночасье стали ломать психику молодежи, попы-враги, религия-опиум для народа и так далее. Молодым стали прививать совсем другие, кардинально отличающиеся от принципов добродетели жизненные принципы. Создали для них кумиров, кровавых диктаторов. В начале 90-х все перевернулось с ног на голову. Прежних кумиров уже нет, а новых еще не придумали. Неокрепшие молодые умы быстро затмили тюремной романтикой, алкоголем, наркотиками. Теперь пришло время спасать подрастающее поколение от всего этого зла. И вновь, как это было столетиями, главная роль отводится церкви. Это кадры с шестого ежегодного слета православной молодежи, который проходит в Барышской епархии с благословением епископа Филарета. Традиционно на него съезжаются несколько сотен молодых православных активистов из соседних епархий. Начинают с круглого стола. В этом году самая актуальная тема – как православному подростку вести себя в окружении непонимающих его сверстников. Дети порой бывают очень жестоки. И верующему ребенку, воспитанному на принципах добродетели, в этой среде приходится очень трудно. Фактически, как белой воронья. Крошка сын к отцу пришел и спросил Кроша, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, то есть, и там даются ответы, да? Если там бьет дыриной драчон, слабого мальчишку, я такого не хочу даже встать в книжку. Соответственно, то есть, если какая-то подлость, какие-то вот вещи несовместимые, ну, не то, что даже с христианскими, с каким-то моральными ценами, с законом, то, конечно, тут надо давать сдачу и твердо становиться. То есть, ну, я могу привести множество, конечно, примеров, когда там обижают слабого, то есть, да, там, насмехаются, там, заступиться, помочь. То есть, это вполне, вот, как Банюшка говорил, это вполне нормально, это естественно, потому что, то есть, если сила без благородства, человек может быть сильным, но подонком. А если, то есть, есть благородство, присутствие в душе, то есть, он будет сильным, но эта сила будет направлена во благо, то есть, на защиту людей. Если православный, говорит, белый ворон, почему нет? Если парень православный, он может быть, то есть, конечно, Конечно, не бить, ходить себя в колокольчик, кричать, что я православный и так далее, но своими поступками, своими действиями в классе, в школе, в техникуме, в институте, быть лидером, инициативным парнем. И другие люди уже будут равняться и тянуться к нему. Я вот как бы считаю так. Вот сейчас именно здесь идет информационный, духовный, чтобы разложить общество. Мы с вами наглядно смотрели сюжеты по телевизору. Это значит и поругание храма, это значит и извращение головы, как мужчины сделали женщину, это наркотики, лукцины и прочее. И видим и традиционную борьбу на Украине против России, традиционную войну, гражданскую войну, самое страшное. Мы говорили здесь о языке, о вере, чтобы, значит, уничтожить вот это вот основание, которое тысячу лет строилось, заложено было, строилось, чтобы уничтожить нашу историю, не зная прошлого, невозможно построить будущее, да? Нужно веру, нужно язык нашу уничтожить. Конечно, не проблема изучать английский язык, не в этом зло, что изучать иностранные языки, а зло в другом, чтобы забыть свои ценности, свой язык, свою культуру и стать имванными и помощью миротства. Все великое и высокое, доброе, что наше, при помощи этого тлоского английского игрового, там вот какого-то, забытого. Не беда, что иностранные языки мы знаем, английский, там или японский, или какой-то еще. Вы можете познавать оттуда лучшее, но нам-то идет не лучшая волна плохого. Но нашу историю принижает. В Великой Отечественной войне победила Америка. Там, так, учат, и нас пытались это мучить, и остановили. Что-то еще, значит? Император Николай II жестокий, злой. Церковь причислила в крик по святым. А где-то там, значит, проповедливый учителя. И так далее. Это наша культура, это великая была культура экономики и истории. А нам пытаются принизить, чтобы растоптать. Что русский народ был пьяницей веками. Это неправда. В 19 веке массовое пьянство началось. И так далее. Нас пытаются приучить к той мысли, что мы быдло. Что русский народ тупой. Что православные христиане, они темные. Это, во-первых, это способствует только десятилетия от истины. А теперь, значит, заповедливый. Оно всегда было и сейчас возродновленным. В чем заключается информационная война? В чем заключается духовная агрессия? Приучить нас к греху, что это есть норма. Это весьма оригинальный, но зато очень забавный концерт в рамках слета православной молодежи. Забавный, потому что сценария практически никакого нет. Каждый мог выйти на сцену и продемонстрировать свое искусство. Ну, или просто, что умеет. У представителей Симбирской митрополии, например, фишка – военист. У кузнечан – гимнастика. И так далее. Причем неорганизованность данного мероприятия только придает ему изюминку. По мнению организаторов, все должно быть добровольно. Никакой обязаловки. Никаких принуждений. Хозяева слета – сами ребята. Им решать и им отвечать. В первую очередь перед самими собой. Как все пройдет. Плохо – виноваты в зеркале. Хотя кураж концерта был уже на таком уровне, что даже ведущая не выдержала и запела. Значит, мероприятие удалось. Тихой рекою, березовой роще, распустится первый весенний цветок. И я загадаю желание попроще и перекрестившись хлеву носок. Открасится небо, обоглядной зарею. И вечное солнце. Хочется сказать, фестивальное движение Ростова Ширица. Оно и на Радичевской земле в школах проходит. Здесь мы в Павловском центре имеем радушный прием. И год от года организаторы расширяют орион деятельности и поле деятельности. Посмотрите, сегодня мы уже находимся в школе искусства. Великолепное здание, великолепная публика, благодарные зрители, которые принимают иногда даже импровизированные номера. И очень хочется пожелать, чтобы православное движение крепло. И не только в определенных районах, и по всей Симбирской земле, а может быть и в других епархиях. Приглашайте, приедем. Прежде всего, что я скажу, почему я этим занимаюсь. Прежде всего стараюсь, как бы, по своему мнению, мы узнаем, привить, плодет какое-то понятие о жизни, в сети Ивана Покезакова. То есть, как бы, стараться вести с улицы, отсядь на улицу, как это говорили. Но еще, как бы, привить понятие о чести, о добре, то есть о добром, о речи. Но спорт, в принципе, он дисциплинирует. Любой спортсмен, который занимался, как знали, спорт – это самопринуждение. Как и духовная жизнь, это труд, еще раз, труд. То есть, у нас, у нас, у людей, например, в таком спорте, если не будет чем заниматься, постоянно принимать какие-то лишения, самопринуждения, принуждения, он не достигнет результатов. Поэтому, как и спорт, и духовная жизнь, в таком плане, чем-то похожее. Если бы тут мнение, то есть, если бы у нас больше смешили, то есть, что это люди какие-то снаружи психики, я, наоборот, скажу, те же пациенты, если бы что-то не рогать, и много, там, учиться в высших учебных сведениях, кто-то захочет, еще раз, кто-то, 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 по благополучному состоянию, и потребил свои знания, в том числе, о спорте. Ну, в общем, пока я не потеряю, все равно сказать, как раздельно на спорту. То есть, честно, можно, как сказать, тренироваться, разбираться. Ну, вот, какие-то, надо объяснять моменты по спорту. Спорт – это искусство, ребята. Еще раз, спорт не только нам надо, это искусство. Это учение, искусство, которое сознается в течение всей жизни. Суть какая? Мы пытаемся, челюсть, если что, молодая челюсть, присутки на программу, в дипломатах, примерно, вот, 9 челюстей. Вот, через 2. Так, вы не узнаете, что сейчас я выкладываю, а там, по-моему, есть, когда выкладываете челюсть, вы сходите на рисунок, сразу, чтобы не брать меня, а не потерей, где челюсть. Вот, видишь, конечно, программа, все это говоришь. Мы сегодня, когда мы будем, мы будем, мы будем, убьют. Девушка, она всегда слабее мужчины. Всегда слабее мужчины. Может быть, это неправильно, никто не хочет менять от обычной жизни. Потому что у меня были моменты, мальчишки пришли, мне первый набор, я показал, ты, кем, я еще. Потом слышал, они начали на улице все, подисковать. Ну, конечно, пришлось поговорить, слава богу, ребята, справились. Ну, девушка, она всегда слабее мужчины, и, если на самом деле, девушка никогда не убедит мужчину. Православный, значит, сильный, здоровый, ответственный, любящий свою родину человек. На него всегда можно положиться. И это посыл молодым от организаторов слета священников Барышской епархии. Примечательно, что в этом году слет православной молодежи поддержали и светские власти. В рабочем поселке Павловка на призыв организатора мероприятия благочинного третьего округа Барышской епархии протеерея Андрея Филькина откликнулись и администрация Павловского района Ульяновской области, и руководство общеобразовательных учреждений. Это значит, что для православных ребят открылись двери не только храмов, приходских учреждений и воскресных школ, как это было ранее, но и спортивные залы и культурные учреждения. Власти стали четко понимать, что совместная работа с церковью, совместное воспитание подрастающего поколения со священнослужителями дают небывалые результаты. Пусть методы воспитания у церкви и школы немного разнятся, но обе стороны согласны в одном. Только сообща, можно переманить молодежь на свою сторону, на сторону добра. Только совместные усилия лишат криминал и наркоторговцев будущего. Слава Богу, сейчас у светских властей есть понимание того, что, собственно говоря, церковь, хотя моя общественная организация, но все-таки, что без церкви, без поддержки церкви, государству как бы сложно все равно строить общество, и поэтому устроение общественных отношений, они, конечно, стараются с нами взаимодействовать и оказывать всемирную, по силе, конечно, их законодательную поддержку, которая необходима. Поэтому, в принципе, нынешнее взаимодействие государства и церкви, так и скажем, вполне очень распространено. Фестиваль православной молодежи у нас в Павловске проводится не первый год. И это мероприятие уже полюбилось молодежи своей духовностью, что они могут видеть ребят, таких же, как они, верующих в силы, в русский дух, в не забывающих корней своих, читающих литературу, которые воспитывают героизм, мужество. Одной из задач является вовлечение в духовно-нравственное испытание широких слоев молодежи. Вот в этом году, например, мы привлекли старшеклассников, школ и студентов в большем количестве, чем в прошлом. И у них это отложится, я думаю, тоже. Такие слеты для верующей молодежи, у которых приходят, конечно, как глоток живого воздуха для них. Чтобы можно было пообщаться с одинаковыми взглядами на жизнь, с тем же ребятами, поделиться какими-то проблемами, как преодолевать те или иные, так скажем, возникающие трудности в жизни. Поэтому здесь, я думаю, что очень важно вот это общение. Желательно, чтобы это общение, конечно, развивалось бы в большую и в лучшую сторону и в большую сторону, что иные люди. Всю церковь, она заинтересует только одни, всегда одними тем же. Это миром Бога, привить их в христианских, так скажем, навыков, если можно так сказать, но самое главное, христианского взгляда на жизнь, христианской оценки своей жизни и жизни, так скажем, ближних творогов. Для младых людей именно прививать вот эти свои, самые главные. И церковь, конечно, дает только одну, веру в Бога, где можно прийти и прообщаться с Господом, с Творцом, помолиться. Но, перефразируя известную поговорку, потехе время, а делу час. Опять-таки, без каких бы то ни было принуждений, без наставлений, без навязывания, но молодежь нужно приводить в храмы. Приводить не за руку, а всем своим поведением, используя лишь дар убеждения и укрепляя веру, которая в сердцах подрастающего поколения, к сожалению, не так прочно находится. Каждый промах, каждое неверное движение, неверно сказанное слово могут и вовсе отдалить ребенка от православия. Главное, протянуть ниточку к ребенку, а уже потом строить мост взаимопонимания. Все основывается на доверии, даже на божественных службах, которые проходили в рамках слета, молодым доверяли ответственные поручения, и они их с честью выполняли. Я, Канатя, Господи, упал в окно, слышишь, и Господи, Боже мой, Я, Калин, да никогда пораду к миссии образимой, да подвижаться на гаммой, на мере лечебшего шаг, Я, Каснорана, готов, и болезнь моя предо мной есть в мину, Я, Кресопония моя, задвищу и попекусь в грехе моем. И мы, нашей земной жизни, здесь сегодня, не должны искать своей, которой какой-то выгоды в духовных делах. И очень часто в церковь даже иногда приходят такие люди, которые поставят свечу, и при этом требуют от Бога здоровья, что-то купить, что-то, значит, продать и так далее. Мога Бога требует ничего не может. Мы можем только Его просить, дабы Господь свершил над нами Свою божественную, святую волю. Ибо воля и божественная Его святая, воля истинная, которая приводит каждого человека о спасении. Год от года их все больше и больше. Слеты православной молодежи в Барышской епархии стали ежегодными, значит, уже традиционными. Вспоминая первые попытки и первые мероприятия, организаторы отмечают колоссальный рост духовности ребят. Заметно, что те, кто приезжают сюда не в первый раз, стали лидерами и примером у своих младших соратников. Начиная с нескольких десятков человек, слет к своей шестой годовщине стал собирать несколько сотен. И это далеко не предел. В планах сделать мероприятие не только межепархиальным, но и международным. На полоской земле ждут не только детей и подростков, но и взрослых, которые хотят и умеют заниматься с молодежью. Обмен опытом среди преподавателей, тренеров, священников, для более успешной работы с подрастающим поколением это тоже одна из целей слета православной молодежи. Созидать души молодых. Именно созидать, а не перестраивать. Перед педагогами стоит очень трудная задача, но ее во что бы то ни стало нужно выполнять, иначе головы наших детей, нашего будущего, вновь затмят идеологией фальшивых ценностей. Вновь нас поведут не тем путем и вновь только уже наши потомки скажут, А что же делали вы? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok